Привет, ребят! Сегодня я хотел бы рассказать вам о своем опыте на Мальдивах. Как я туда попал, сколько я на это потратил, сколько заработал, условия проживания и питания и тому подобное. Поехали! Пуф! Небольшой дисклеймер. Это сугубо личный мой опыт, и он может отличаться от вашего. Так что я просто расскажу, как это было у меня. Не совсем обязательно то, что у вас будет одно и то же. То есть она будет по-любому отличаться. Так, давайте начнем с самого интересного, я думаю, это зарплата. Сколько же я заработал? Мой оклад по контракту составлял 600 долларов. Также сервис чардж, сервисный сбор выходил около 400 долларов. Чаевые эта сумма, она всегда отличается. То есть это зависит от вас, от гостей, насколько вы получите, насколько вы соберете. В общем, в итоге я получал не ниже 1000 долларов в месяц. И самый прибыльный месяц для меня стал в март месяц. Тогда я заработал около 3000 долларов. Это включая основную зарплату, включая апселлы, то есть это повышение продаж. Чаевые сервис чардж. И все это вместе включая, я заработал 3000 долларов за март месяц. Также я сейчас покажу, сколько я заработал помесячно. Тут вы можете увидеть полный список, полный точный список, который поступал мне на карту. Также тут вы сможете увидеть, сколько я собрал чаевых наличными. Я считал около 6 месяцев, но потом перестал. Вот можете примерно сумму увидеть. Но после этого, это довольно большая сумма, а после этого уже стало меньше, потому что начали... Открылся Китай, и они очень много начали приезжать. И китайцы в основном давали по одному доллару. Так что там даже считать не было смысла, потому что в месяц там выходило 30 долларов примерно. Это так, грубо говоря. То есть может больше, но грубо говоря плюс-минус. После того, как открылся Китара, это примерно половина моей работы. То есть после 6 месяцев примерно начали приезжать китайцы. Вообще изначально, когда я туда устраивался, я думал, что я соберу около 3-5 тысяч долларов. То, что я соберу и привезу домой. Но был приятно удивлен и принес больше, чем я ожидал. И заработал больше, чем я ожидал. Я потратил на путешествия, на покупку макбука. Много чего себе купил. Ни в чем себе не отказывал в путешествиях. Так что да, такую большую часть я потратил в своих отпусках. Кстати, отпуск дается, как и везде, на 30 дней. Ее можно разделить. Я разделю на 2 и 2 раза съездю в отпуск. Условия проживания. Жилье предоставляет сам отель. Так как мы работаем на острове, мы также проживаем на острове. То есть жилье бесплатное. Получается, одну комнату делишь с тремя еще другими коллегами. Внутри имеется душ, уборная, стол для работы, двухэтажные койки и также шкафы для хранения вещей. Также в некоторых комнатах, вообще в идеале должно было везде, но в некоторых комнатах предоставляли комплект для снорклинга, чтобы плавать в океанах. На территории для сотрудников находились 3 стиральных машин и также 3 сушильных. Вместе после 4 дня можно было идти и стирать свои вещи. До этого это было время HR. Ты мог отдавать свои вещи до 10 утра и они возвращают твои вещи, но там нельзя стирать свое нижнее белье. Так что в основном люди ходили после 4 и стирали самостоятельно свои вещи. Также были разные настольные игры. Это PlayStation. Но поверьте, игр там было очень мало и они были очень скучные. Да, вот так скажу. Также было волейбольное поле, где мы иногда играли, ну, делясь на команды. И также еще присутствовал магазин «Март», в котором мы могли закупаться. Он работал с утра до вечера. Если захотел, там купить какие-то снеки себе, там лапшу, чипсы, шампунь, гель давал. Были какие-то вот такие мелкие вещи, печенье и так далее, соки. Но ничего серьезного такого не продавалось. В основном такие вот мелочи. По поводу питания. Питание также предоставлялось там в отеле. Было трехразовое питание. Это завтрак, который начинался с 7 утра примерно до 8.30-9 утра. Обед он был у нас 12 до, грубо говоря, до 2 дня, до 1.30 на самом деле. Ужин с 6 вечера до 8 вечера. Также был кофе-брейк, то есть примерно с 4 до 5. Там выставляли печеньки какие-то, сладости и чай-кофе. Вот. Можно было приходить и делать себе кофе-брейк. Что насчет ночью? Ночью они выставляли лапшу местную. Такие пакетики можно было самому заваривать. Также, ну, чуть-чуть позже, но начали выставлять сэндвичи. То есть сет определенных продуктов, из которых ты мог себе сделать сэндвич. Ну и, как я рассказывал до этого, у нас присутствовал магазин, где ты мог себе, в принципе, купить разные шоколадки, печенье. Так что голодными мы, в принципе, там не были, кормили. Ну, нормально, хорошо даже, я сказал бы. Сильно не жаловался, но в начале все-таки, да, было лучше. А со временем, может, то, что она приелась, она стала намного-намного хуже. Условия работы. Работали по контракту мы 6 на 1. Работа начиналась с 8 утра до примерно 11 вечера. В 8 утра у нас был line-up. Мы могли брать перерывы между ними, но не всегда получалось брать настолько, насколько ты бы этого хотела. Так что мы работали сверхурочно, очень часто перерабатывали, и за эти переработки очень мало платили на самом деле. По поводу формы, форму предоставлялась, ну, компании, соответственно. Предоставлялись 2 комплекта, или 3 комплекта, нет. Предоставлялись 3 комплекта. Ты мог сдавать вещи на стирку. Это отдельная была прачечная, куда нужно было сдавать свою рабочую одежду, и ты получаешь там на следующий день или на другой день. Что еще? Кем я работал? Я работал такру. Такру — это, грубо говоря, island host. То есть тот человек, который встречает тебя, делает заселение, выселение, делает тур по острову, объясняет все, объясняет по номерам, по отелю вообще объясняет, со скакки, до скакки все работает, и что у них включено, что не включено. То есть мы выполняли очень-очень много задач, и именно наша работа, она была очень-очень сложной, потому что мы следили за большим количеством гостей. Изначально по контракту нам говорили, что мы будем следить за 5 вилами в одно время максимум, но бывало такое, что ты следил за около 20 вил. Вы можете представить, там в каждой виле по нескольких человек, то есть семья или там парочка, или друзья и так далее. Было очень сложно. Также нам обязательно нужно было сдать на права, права на острове, да? Сдать на права, чтобы водить баги-баги, то есть гольф-кар. Его по-разному называют, но мы его назвали баги. Мы на этом баге, в принципе, возили гостей по острову, отвозили, привозили и также делали тур на нем. Также у нас бывали очень много других задач. Например, украсить комнату мы делали паст декорейшн. Это когда мы делали по запросу или, например, у них ханимон или свадьба, медовый месяц или свадьба. Мы украшали ванную, украшали, в принципе, комнату иногда. Грубо говоря, если те, которые работают в отеле, меня поймут, мы были беллманами, мы были ресепшн, мы были и немного батлерами, мы были водителями, то есть валят, да? Ну и мы ставили резервации, мы были теми, с кем они связывались 24 на 7. Ну, грубо говоря, 24 на 7 целый день они могли нам писать. Мы давали WhatsApp номер свой им и вот так вот за ним следили, какие у них появятся вопросы, мы на них отвечали, придумывали, как решить их проблемы. Очень много было разных историй, но сейчас не об этом. Да, так что вот это об условии работы. Но также я покажу скрин. Это все мои выходные дни, когда я брал выходные дни. Также вот два таких столбца, где я выходил в отпуск. Вы можете посчитать, что в один месяц у нас почти вообще не было выходного. Мы просто, грубо говоря, работали целый месяц, потому что было очень-очень busy. Учитывайте это, если вы собираетесь лететь на Мальдивы, то есть такое возможно. Ну, возможно, это у меня только так, так как у нас сотрудников было в принципе мало. Но кто знает, да, так что учитывайте это. По поводу развлечения. Там было несколько, что я подозреваю под изучением, да, то есть то, что ты можешь делать свой выходной день, что куда ты можешь сходить и чем себя занять, да. Можно было пойти поплавать. У нас был определенный пляж, это возле дайв-центра, откуда мы могли выходить, выйти и поплавать. Остальное все вокруг это для гостей. Но где мы плавали, там и гости плавали. Так что не совсем это и наш пляж. Мы делили его с гостями, но единственное место, куда мы могли ходить, это только в одно место. Вот там мы сюда и плавали. Кстати, там же я и научился плавать. До этого я не умел плавать, так что это очень хорошо. Я там научился плавать, что является огромным плюсом для меня. Также в дайв-центре в принципе для сотрудников делали скидки. Скидки составляли, ну, не 50%, но доходило иногда там 40%, 30% скидки. Но сами туры, они довольно дорогие для гостей даже. Тут, представляете, сотрудникам, да, то есть выходило довольно дорого на самом деле. Но так как тебе там в принципе куда-то ехать было невыгодно, ты из-за этого брал, ну, ездил с ними. Я лично ездил на Sunset Fishing, на Outbound Snorkel. Это когда ты едешь, увидишь больших мант. Манты это скоты. Вот я фотку выставлю и себе найду. Но, к сожалению, мне не удалось увидеть. Дальше я ездил на Turtle Snorkeling, чтобы увидеть черепах. Еще хотел съездить на Dolphin Quest, но я так и не поехал, не знаю почему. Ну, вернее, я знаю, почему я не поехал, потому что у меня, ну, в основном не было времени тама. Но вот это все, что я примерно успел сделать. На территории был джим, куда я ходил. Как я и до этого говорил, у нас был еще PlayStation, волейбол, футбол. Ну, можно было иногда играть, но я так и разу не сыграл. Еще Wi-Fi. Wi-Fi на территории для сотрудников. Он работал очень вообще нереально плохо. Почти что вообще ничего не грузило сейчас. Но из-за этого я ходил на территорию для гостей. И там скачивал фильмы, сериалы. На YouTube тогда можно было скачивать. Сейчас почему-то нельзя скачивать. И смотреть у себя там в комнате, да, допустим. Организовывали разные мероприятия. Там какие-то конкурсы. Также у нас был бильярдный стол. Потом его чуть позже привезли. И там проводились разные мероприятия. По волейболу, по как раз-таки бильярду. Но так как у нас работа была весьма сложной, и мы постоянно находились на работе, к сожалению, я пропустил очень много-много-много мероприятий. Как был всегда занят на работе, и не было времени. А когда просто приходил в комнату, ты просто отсыпался. Ты просто умирал. Потому что целый день находишься на работе. И свои выходные дни в основном отсыпался. Но я старался находить время пойти искупаться, посмотреть фильмы, там, почитать книги, потанцевать. Вот так вот. Ну, также мы любили петь караоке. Устраивали караоке вечера. У нас была определенная комната с компьютерами. Место, где вы сможете поработать. Да. Вот туда мы заходили и пели. Очень-очень громко. Также алкоголь, как вы знаете, на Мальдивах, он запрещен на официальном уровне. Но в отелях он разрешен для гостей. А для сотрудников он также запрещен. Его нельзя пить. Его не продавали. Иногда по субботам делали вечера. Бар-найт называется. Куда можно пойти, за свой счет выпить. Но я туда ходил максимум, наверное, 2-3 раза за все это время. За весь год, прикиньте. Ну, я просто не любитель выпить. Из-за этого, наверное, ходил очень мало. В основном ходил, чтобы составить компанию. HR на самом деле старались делать для нас очень много мероприятий. И как я до этого сказал, у меня, к сожалению, не получилось их всех опробовать. Так, идем дальше. Как я устроился на работу? На самом деле, вот недавно несколько раз натыкался на рилсы в инстаграме, где они предлагали такую услугу, что вы им опачиваете, и они вас устраивают на работу на Мальдивы. Так вот, давайте я вам покажу, ну, на своем опыте, как я устроился бесплатно, без посредников напрямую с отеля. Я решил работать через Мариот Карьерс, также можно попробовать поискать через Джоп Мальдивс и также другие сети, например, Аккорда. Я искал через Мариот Карьерс, так как я работал там в сети Мариот. Я работал в Астане в отеле Сент-Риджес. Сент-Риджес – это люкс-класс Мариот сетей. Я устроился в Вестин Мальдивс. Вестин, он считается ниже, он премиум-класса. Я, на самом деле, до этого подавался в разные страны, на разные работы, где я оплачивал, но, к сожалению, у меня не получалось. Например, в Штаты мне отказали, там, еще куда-то в Турцию у меня не получилось, да, то есть я заплатил деньги, потерял деньги. И я как-то решил то, что вот мне нужно найти самому, никому не оплачивая, не теряя денег. Да, это больше времени потратишь ты, но, в принципе, я нашел работу, да, и где я ничего почти что не заплатил. Я единственное платил за какие-то определенные документы, которые мне нужно было отправлять им, вот. Через Мариот Карьерс там можно выбирать локацию, в какие страны вы хотите подаваться, либо можно писать, на какую позицию вы хотите, если вы знаете, какая позиция, и вот искать. Там у вас будет такой список, на который можно будет откликаться, там, вот, куда я подавался. Я подавался в разные страны, я подавался в Великобританию, в Испанию, в ОАЭ, Сингапур, Турцию и так далее, и так далее, и так далее. Потом как-то я увидел позицию Russian-speaking, такуру, это моя позиция, на которой я работал, и решил податься. Но я как-то не обратил внимания, просто подавался, подавался, подавался. Несколько отелей мне, на самом деле, отвечали за это время. Даже проходил собеседование, но время шло, вот так вот, и они, они вроде бы брали собеседование, говорили вот-вот-вот, но так и ничего не вот. И в одно время я прям очень много начал подавать заявок на разные отели, и мне ответили сначала из Абу-Даби, а потом через некоторое время ответили из вот как раз-таки Мальдив, и мне пришлось выбирать, да. Но в итоге я решил выбрать власти Мальдив. Мне написали, сказали, вот через WhatsApp мы будем проводить собеседование. Сначала я проходил собеседование с front office менеджером, вместе с assistant front office manager, то есть они вместе сидели и спрашивали какие-то вопросы у меня, интересовались, чем я занимаюсь и так далее, почему хочу устроиться сюда, бла-бла-бла, но это уже другая тема. Дальше после этого я проходил собеседование с HR director, после того, как я прошел собеседование с ним, меня вот начали отправлять, а мне сказали, вот, жди, мы дадим тебе ответ. Я вот ждал, 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 и наконец получил приглашение от них, job offer, который я прочитал, подписал и отправил им обратно, а потом они начали меня спрашивать определенный документ. Документы, давайте начнем насчет документов. Отель сам занимается твоими документами, то есть, единственное, тебе нужно просто следовать их инструкциям и отправлять им. То, что у меня запрашивали, у меня запрашивали, ну, то есть у меня, понятное дело, сканированный паспорт в цветном формате, диплом, дополнительные сертификаты, если имеется рекомендательное письмо, они не запрашивали, но они запрашивали трех референтов, которым они писали письмо на почте, я давал им три почты, чтобы эти три референта ответили на их почту обо мне, да, то есть я не знаю, что там они писали, они писали вот именно этим людям. Также нужно было отправить фото в специальном формате для иммиграционной профессиональной фотографии, я так и, по-моему, не отправлял. Также отправляли разные формы, которые нужно было подписать и обратно сканировать и отправить. Справка о несудимости переведенная и также нотариально заверенная, то есть особо таких сложных документов не требовалось, но занимает какое-то время, да, вот, в принципе, несложные документы. Дальше покупка билетов. Также занимается отель. Единственное то, что ты им предоставляешь, это название твоего аэропорта, откуда тебе будет удобно вылететь, и все, да, то есть даты, они сами просто покупают, какую дату они захотят тебя привезти, и они на самом деле мне скинули билеты за два дня до моего вылета, да, то есть все это время я ожидал, думаю, они, то есть они мне скинут, не скинут столько переживаний, но в итоге они мне скинут за два дня. Я быстро-быстро начал собираться и там попрощался с друзьями и полетел. С кем успел попрощаться, с тем не успел, потому что, ну, у меня прям очень кратчайший срок дали. Также виза и медицина предоставляется за счет компании, она занимается визой, а медицина у нас на острове был медпункт. Этот медпункт был как и для гостей, так и для сотрудников, там все бесплатно, и всем тем и тем, то есть ходишь сюда за бесплатно, тоже так классно. Так, заключение. Опыт очень хороший, я бы сказал так, очень интересный, там очень много разных историй, ну, ладно, не так много, но разные истории оттуда тоже накопились, разные знакомства, да, то есть даже знакомство с разными гостями, это очень интересно, послушать их истории, они слушают твои и расспрашивают о тебе, ты расспрашиваешь о них, то есть у нас работа заключалась в работе именно с гостями напрямую, допустим, вы гости, да, вы приезжаете на остров, мы те люди, которые вас встречают изначально, мы те люди, которые вас провожают, и мы те люди, которые следят за вами, ну, за все время вашего проживания, да, то есть мы, грубо говоря, лицо нашего острова, и нас назвали Такуру, вот. Работа не из легких, но заработать там можно, да, вот вы, надеюсь, увидели, сколько можно было заработать примерно, у каждого резорта свои, свой сервис чарж, да, у нас был он не такой большой, ну, в других отелях он намного-намного больше. Надеюсь, я достаточно подробно рассказал вам, как смог, полетел бы я туда в будущем или нет, скорее всего, да, но не в скором времени, у меня пока что другие планы. Надеюсь, видео вышло нормальным, прошу поделиться этим видео, кому вы считаете, он понадобится. Также, если понравилось это видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, также расскажите про свой опыт, если вы вдруг работали на Мальдивах или работали в других странах, как вы подавались. Интересно очень послушать ваши истории, если вы вдруг выезжали в какие-то страны работать, да, хороший ли опыт или плохой, было бы очень-очень интересно послушать, также, возможно, поступить так же, как и вы сделали, да, то есть, мне интересно, оставляйте комментарии, буду рад их прочитать. Также напишите, что я мог там упустить, да, за свое видео. Уже время 40 минут, офигеть. Спасибо за просмотр, огромное спасибо. Надеюсь, вам понравилось это видео и до следующих видосов. Peace. Бум-бумчик, бум-бум-бумчик. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»